2017 год объявлен в России годом борьбы с онкологическими заболеваниями. В республике проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные и инновационные технологии в онкологии». Ее участники – врачи-онкологи со всей России. В программе «Вопросы развития IT-технологий в здравоохранении и инновационные подходы к диагностике и лечению злокачественных опухолей». Первый день форума оказался насыщенным на лекции и семинары. С докладами выступали ведущие онкологи страны, специалисты из Московского центра онкологии имени Блохина. Поделиться и перенять опыт в области телемедицины приехали и наши соседи – онкологи из Татарстана и Удмуртии. Мы приехали перенять опыт и посмотрим, что у вас есть. Конечно, мы уже наслышаны о том, что многое у вас уже внедрено. Ну и будем внедрять у себя. Мы можем связываться с онкологами первичных онкологических кабинетов путем телемедицинских консультаций, не только по телефону. Будем консультировать пациентов также, допустим, путем телемедицинских консультаций. Статистика гласит, что количество онкобольных в стране с каждым годом увеличивается. Однако бить тревогу не стоит, отмечают специалисты из федерального центра. Во многом благодаря эти технологиям рак научились быстрее и точнее диагностировать, а значит продлевать жизнь пациентам. В настоящее время телемедицина включает в себя множество вариантов применения, как мы знаем. Это видеоконференции, передача изображений, удаленный мониторинг пациентов, консультация пациентов с помощью телекоммуникации, а также обучение и показ выполнения процедур, операции на расстоянии. Мы с вами не стоим на месте. И в мае 2016 года на базе диспансера был открыт научно-консультативный центр, где организована возможность проведения телемедицинских консультаций пациентов с ведущими специалистами РОНС имени Блокина. В научно-консультативном центре онлайн-консультации проходят и с районными специалистами. Это позволяет не только сберечь такое ценное в случае с онкозаболеваниями время, но и сэкономить бюджетные средства. Момографические снимки сегодня переводят в цифровое изображение и отправляют по сети. Это не только хорошо на расстоянии, качественно подработать с изображением. Это все замечательно. Но самое главное, что это сразу удешевляет исследование. Потому что уходит что? Дорогая пленка. Раз. Специальная. Да, на мемографии. Уходят проявочные эти самые растворы. Два. Уйдут вот эти растворы, уйдет пленка и останется цифра. В рамках конференции развернулась тематическая высовочная экспозиция производителей и дистрибьюторов лекарственных средств. Средства диагностики и профилактики раковых заболеваний. Завтра второй заключительный день конференции. В рамках него занятия по выявлению онкозаболеваний для своих коллег проведут московские специалисты. Дарина Игнатьева, Рана Гавилян, Республика.